Библейский портал экзегет.ру представляет Когда я его написал. Вот про послание к евреям я вам этого не скажу. Потому что никто не знает. Ну, вы скажете, как же оно входит в корпус Павловых посланий? Да, входит. И на то есть все основания. Потому что это послание продолжает, развивает, углубляет многие темы, которые мы встречаем в посланиях апостола Павла. Но апостол Павел его практически наверняка не писал. Немножко другой язык, немножко другой стиль. Идеи Павловы, а слова нет. Это заметили уже в древности. И, ну, скажем, Климент Александрийский во II веке считал, что это послание было сначала написано Павлом по-еврейски. А потом Лука, евангелист Лука, его перевел на греческий. В качестве авторов называли Климента Римского или апостола Варнава. Ну, на самом деле, это действительно кто-то из круга апостола Павла. И весьма вероятно, что мысли, которые в этом послании изложены, Павел так или иначе передал этому человеку. И это не его послание в том смысле, что он явно не сил и не написал его, но это вполне можно считать Павловым посланием в том смысле, что это богословие апостола Павла, положенное на, не бумагу, конечно, тогда ее еще не было, на папирус или пергамент, и переданное таким образом последующим поколениям христиан. Соответственно, мы не знаем, где оно написано. Там в конце упоминается приветствие от италийских. Но кто его знает, он пишет из Италии или он, наоборот, в Италию пишет. В Италии же тоже довольно много евреев пишет в Италию и передает привет от их сородичей, которые рядом с ним оказались, да, от земляков. Но мы, в общем-то, даже, наверное, не очень должны на это обращать внимание, потому что в этом послании, в отличие от, собственно, Павловых посланий, которые написаны апостолом, он не обращается, автор ни к одной конкретной общине, ничего не говорит о себе. Павел обязательно, обязательно имеет свои отношения. Одни с Каринфской общиной, другие там с Фессалоникийской. И это обговаривает каждый раз, и мы видим вот очень личное. А здесь нет, это скорее такой богословский трактат. Что значит к евреям? Ну, во-первых, наверное, никого сильно не удивит, что среди первых христиан большинство было евреями довольно долго. Ну, не с исторической точки зрения, да, а с точки зрения человеческой жизни. Первое поколение христиан – это прежде всего евреи. Потом, естественно, и другие язычники, так называемые, хотя слово, может быть, по-русски не очень удачное, ну, то есть греки, представители разных других народов, которые не исповедовали иудаизм до того, как приняли христианство. Но это потом, это во вторую очередь. И возникает, конечно, в этот момент очень серьезная проблема, которой Павел в своих посланиях уделяет много внимания. А как это? Вот, собственно, христианство начинается как исполнение чаяний иудеев. Иисус – он иудей, апостолы – они иудеи. Там никого, кроме иудеев, нет. И вдруг приходит много других людей, которые не иудеи, которые не исполняли Моисеев закон, которые особенно не знают священное писание, вот то, что мы сегодня называем Ветхим Заветом, а нового тогда еще не было, как книги. И что с ними делать? И как им строить свои отношения вот с этими другими христианами, которые, на самом деле, не отделяют себя еще от иудаизма, они говорят, ну да, мы иудеи, вот пришел наш Мессия, и мы, соответственно, его приняли. Вот это и есть наш иудаизм. И вот послание к евреям – это послание именно к таким. Соответственно, им нужно объяснить, что христианство – это всерьез, что это не всего лишь одно какое-то маленькое украшение, которое мы добавляем к тому, что у нас и так уже было, и к тому, что и без этого украшения было бы хорошо, а что вот, собственно говоря, оно и есть то самое, что в иудаизме было главного, ценного, что мы с вами все ждали. Ну, что ж тогда? Вот я, например, не еврей, извините, так получилось. Значит, ко мне это послание не имеет никакого отношения, я никогда не исповедовал иудаизм. Думаю, что среди сегодняшних христиан таких подавляющее большинство. Есть и другие, но их довольно мало. К нам это все не имеет никакого отношения? Да нет, конечно же, имеет. Потому что это послание, оно одновременно показывает стеснейшую связь между тем, что мы сегодня называем Ветхим Заветом и Новым Заветом, а тогда это было священное описание Закона и Пророки, ну и вот новая вера, которая появилась и которая еще не легла в качестве письменных текстов в основу сборника Нового Завета. И, собственно говоря, это рассказ о том, что Ветхий Завет христианам не чужой. Если когда-то важно было объяснить, что Новый Завет – это не что-то такое дополнительное, необязательное, сегодня, наверное, среди христиан мало тех, кто отбрасывает Новый Завет, но если они отбрасывают, они уходят просто из христианства. Но я знаю немалое количество тех, кто говорит, да ну Ветхий Завет, что там вообще ничего, это все нас уже не касается, это все про древние какие-то еврейские предания, нам-то это зачем? Вот послание к евреям – это сегодня, может быть, послание к неевреям, которые должны это еврейское наследие принять, и это объяснение, почему так. Ну вот это краткое введение, а теперь давайте начнем с первой главы. «Прежде Бог многократно и разнообразно говорил нашим отцам через пророков, а в эти последние дни Его Слово принес нам Его Сын, которому Бог все отдал в наследие, как прежде сотворил через Него века». Вот очень важный принцип, который с самого начала здесь провозглашается, это последовательные преемственные откровения. Что такое откровение? Бог говорит что-то людям о спасении, о том, как им, собственно говоря, нужно жить. И это происходило не один раз, когда Моисей пришел или когда Иисус пришел. Это происходило многократно и разнообразно. Возможно, происходит и в наши дни, хотя, конечно, не в той форме сегодня библейские книги не пишутся. Но одновременно говорится, что это не просто такая манная каша, размазанная по тарелке, но в этом всем был какой-то главный момент. И именно когда Его Слово принес Его Сын, которому Бог все отдал в наследие, то есть, который должен все это унаследовать, и прежде сотворил через Него века. То есть, Христос не просто главный пророк. Мусульмане, в общем-то, согласятся, что до Мухаммада главный пророк – это Иса. Христос не просто учитель мудрости. Иудеи, в общем-то, согласятся с тем, что много было учителей мудрости, Иисус из Назарета – один из них. Но это Его Сын, который участвует в творении и который становится владыкой будущего мира, которого ждали, конечно, наверное, тогда практически все иудеи. И дальше определение не Павлова по формулировкам, но вполне Павлова по духу. «В Сыне просияла Божья слава, в Сыне запечатлелась божественная сущность, могучее Его Слово все содержало в себе, Он сам по себе совершил очищение грехов и воссел одесное величие Божьего в Исе». Ну, то есть, очень грубо говоря, Сын есть Бог. Сын – это явление Бога в нашем мире. И это не просто явление, на которое можно посмотреть, но это явление, которое примеряет человека с Богом, очищает его грехи. Иудаизм, он прекрасно понимал, что такое грех. И Павел как раз много об этом говорил. Закон, он нужен для того, чтобы показать, что есть грех, но сам по себе закон не спасителен. Вот здесь то же самое, но просто с другой стороны. Греховность, она присутствует в человечестве, как ее очистить. Явление Сына это делает. А дальше он почему-то начинает говорить об ангелах. Автор наш. «Сын принял в наследие имя, превосходящее ангельские имена, и настолько же он превосходит ангелов. Когда и кому из ангелов Бог говорил, «Ты сын мой, сегодня я тебя породил, еще я буду ему отцом, а он мне сыном». Когда он вводит первородного во Вселенную, говорит, «Пусть поклонятся ему все ангелы Божьи». Ну, здесь цитаты из разных мест, в основном из Псалтирина, еще из книги Царств, второй, а может быть даже из Старозакония, где в греческой версии что-то подобное говорится. И мысль очень проста. Сын – это сын, он гораздо выше ангелов. Причем здесь ангелы? Но дело в том, что тогда, как, впрочем, и сегодня, в иудаизме, как сегодня во многих религиях, в иудаизме было распространено поклонение ангелам. Сегодня тоже поклонение святым, почитание святых. И мы иногда видим, как в таком народном, что ли, православии это почитание каких-то знаменитых святых, оно может, собственно, выходить на передний план, а боги там уже могут мало вспоминать. И все это не новое, абсолютно то же самое было в иудаизме, и то же самое было в исламе, в других религиях, когда какие-то вторичного плана сущности выходят на первый план. И вот важно сказать, что Христос – это не еще один. Много ангелов, много святых, много разных таких высоких личностей. Он нечто особенное. Он тот, кто творит вселенную, тот, кому подчинены все эти самые ангелы. И об ангелах дальше чуть подробнее. Об ангелах он говорит, делая ангелами своими духов и служителями своими языки пламени. А может быть, можно иначе немножко перевести. Или ангелов своих духами и служителей своих языками пламени. То есть не очень понятно, кого, чем он делает. Либо ангелов духов и духами и служителями языки пламени. То есть либо он говорит, что те, кто ему служат, на самом деле изначально – это духи языки пламени. Либо, наоборот, что духи языки пламени – они поставлены им на службу. В любом случае, смысл такой, что сын – это сын. А вот те, кто служат Богу, они на втором плане. Они менее значимы, чем он. А сын и престол твой Божий во веки веков, и жезл твой царский, и жезл правоты. Праведность ты возлюбил, беззаконие возненавидел. Потому и помазал тебя Бог, твой Бог, елеем радости обильнее, чем сотоварищей твоих. Ну, это все, конечно, цитаты, которые приводятся из разных мест Ветхого Завета, из псалмов прежде всего. В данном случае это псалом 44-й, где, вероятно, вообще-то речь шла про царя израильского. Потому что, ну, кому же этот псалом пели до воплощения Христа? И еще, изначально, Господи, ты землю основал, и небеса творения рук твоих ты пребудешь, когда и они погибнут целиком, как старый плащ обветшают, и ты, как одежду, их свернешь, и они переменятся, а ты все тот же нескончаемый годы твои. Тоже цитата из псалма 101, но автор обращает эти слова ко Христу, как к Творцу мира и как к Царю, который царствует вечно. То есть он берет цитаты из Ветхого Завета и приводит их в совершенно ином смысле, чем они в Ветхом Завете используются изначально. Если мы сегодня так сделаем, нас обвинят, нам скажут, что вы передергиваете, искажаете источники. Но вот эта его идея последовательного откровения, с которого начинается послание к евреям, она как раз и предполагает, что то, что было сказано в Ветхом Завете, оно служит лишь неким прологом. Это не окончательная истина, это путь к истине. И та же самая цитата становится более полным, более совершенным выражением истины, когда меняется ее контекст. Вообще, гуманитарные науки утверждают, что любое высказывание лишь в контексте обретает смысл. Вырванное из контекста слово ничего не значит, что бы оно ни значило по словарю. И вот точно так же эти пророчества, эти цитаты, они были когда-то в одном контексте, они перенесены в другой, и в этом другом они начинают играть совершенно новыми красками. Вот для послания к евреям это очень и очень важно, потому что слова при всей их значимости, при всей их важности, это лишь некоторое выражение неполное и неточное высшей реальности. И дальше он продолжает. «Да и кому из ангелов он когда-нибудь говорил, сидя одесной от меня, доколе не повергну врагов твоих под ножью стоп твоих?» Ну, образ царя, который сидит на престоле, и врагов повергают к его под ножью, соответственно, это говорится только сыну. «Не все ли ангелы служебные духи, посланные служить тем, кому надлежит унаследовать спасение?» Наследовать спасение, то есть верующие, те, кто получают это спасение вместе со Христом, и ангелы всего лишь служебные духи. То есть, смотрите, он обращается к людям, которые по всей вероятности относились к ангелам как к высшим началам, почитали их, может быть, иногда это почитание даже заслоняло почитание Бога. И он говорит, нет, они лишь ваши помощники. То есть, конечно, они важные существа, но не более, чем даже вы сами. И вот это очень важный элемент, когда, превознося Христа, автор послания одновременно превозносит верующих в Него. Не принижает, не говорит, да кто вы вообще такие, чтобы о чем-то тут думать. Он говорит, вы призваны унаследовать спасение, вам надлежит это сделать. И все устроено для этого. Вот принцип, если можно так сказать, христианского гуманизма. Бывает гуманизм, который говорит, человек что хочет, то и делает, и никто ему не указ. А бывает гуманизм, который говорит, человек это высшая ценность, и Бог спасает человека. Он не идеологии, не организации спасает, он спасает отдельного человека. И все выстроено для этого спасения. Даже ангелы призваны служить спасению этого человека. И вот как раз послание к евреям начинается с этого высокого христианского гуманизма, который вовсе не противоположен вере в Бога, наоборот, черпает в ней, собственно, свой исток и о том, как ангелы соотносятся со Христом, во второй главе этого послания будет сказано гораздо подробнее. Субтитры создавал DimaTorzok